Всем привет! Увидев название и превью этого видео, вы можете подумать, что я буду критиковать новый поезд Москва-2024 и восхвалять старые номерные. Но это не так. Сегодня я цифрами докажу, почему Москва-2024 не нужна на замоскворецкой линии. Для начала стоит понять, что у меня нет претензий к новым поездам. Не спорю, классные. Самому нравится, но у меня вызывают вопросы их распределения по метрополитену. И в этом видео мы подведем числовую аналитику, и я постараюсь объяснить свое мнение. Итак, начнем с плана по производству. Официально МВМ хочет произвести около 68 поездов Москва-2024. В реальности количество поездов может отличаться, но тем не менее, если взять текущее количество поездов замоскворецкой линии, мы увидим число 92 состава. И столько поездов произвести невозможно, а значит, что к 2026 году, к окончанию производства 24-ки, на замоскворецкой линии будет около 70 новых поездов и около 20-25 старых. Однако стоит помнить о том, что в 2024 и 2025 годах будут открываться участки Троицкой линии, длина которой составит 25 километров, и при идеальных интервалах полторы минуты нужно около 50 поездов. А так как никаких других поездов для Троицкой линии нету, туда будут приходить поезды 775.2 Москва-2024, а значит, на ЗЛ их будет меньше. Ну окей, давайте понимать, что интервал полторы минуты для Троицкой линии слишком маленький, и из-за того, что там не сильно большой пассажиропоток, интервал можно сделать 2 или 2,5 минуты. Тогда на нее нужно уже 35-30 поездов, а значит, на замоскворецкую линию останутся те же 30-35 поездов, чего не хватит даже для заполнения одного депо. То есть Москвы-2024 в любом случае не хватит, чтобы заменить подвижной состав на замоскворецкой линии. И поэтому новая модель Москва-2026, которая появится, очевидно, в 2026 году, также будет идти на замоскворецкую линию. А теперь вопрос, зачем на замоскворецкую линию поставлять два типа поездов? И поэтому я делаю непопулярный вывод, что поезда Москва-2024 не нужны для замоскворецкой линии, и пусть они все идут на Троицкую линию, где также будет еще и 15-километровое продление в Троицк, а на замоскворецкой линии пусть ходит Москва-2026. Я согласен с тем, что поезда нужно заменять уже сейчас, и их количество для Троицкой линии на данный момент будет слишком большим, поэтому предложение следующее. Пусть 2024 ходит по замоскворецкой линии до продления Троицкой линии в Троицк, но после него 24-ка должна уйти туда, а замоскворецкая линия останется только с поездами Москва-2026, который на момент продления Троицкой линии до Троицка станет достаточное количество, дабы обеспечить потребности замоскворецкой линии. Вот такое достаточно короткое видео у нас получилось. Пишите в комментариях, что вы думаете о моем предложении. Ставьте лайки, если оно вам нравится, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой бусте при большом желании. И всем спасибо за просмотр, удачи и пока!